Марк Твен, МакВильямсы и Круп Рассказано автору, мистером МакВильямсом, симпатичным джентльменом из Нью-Йорка, с которым автор случайно познакомился в дороге. Ну-с, так вот, чтобы вернуться к нашему разговору, я отклонился в сторону, рассказывая вам, как в нашем городе свирепствовала эта ужасная и неизлечимая болезнь Круп, и как все матери сходили с ума от страха, я как-то обратил внимание миссис МакВильямс на маленькую пенелопу и сказал — Милочка, на твоем месте я бы не позволил ребенку жевать сосновую щепку. — Милый, да ведь это же не вредно, — возразила она, в то же время собираясь отнять у ребенка щепку, так как женщины не могут оставить без возражения даже самое разумное замечание. — Я хочу сказать, замужние женщины. Я ответил — Дорогая, всем известно, что сосна является наименее питательным из всех сортов дерева, какие может жевать ребенок. Рука моей жены, уже протянутая к щепке, остановилась на полдороги и опять легла на колени. Миссис МакВильямс сдержалась, это было заметно, и сказала — Милый, ты же сам знаешь, отлично знаешь, все доктора как один говорят, что сосновая смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике. — Ох, тогда я просто не понял, в чем дело. Я не знал, что у девочки почки не в порядке и слабый позвоночник, и что наш домашний врач посоветовал. А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник? — Дорогая, ты сама мне подала эту мысль? — Ничего подобного, никогда я этой мысли не подавала. — Ну что ты, милая, и двух минут не прошло, как ты сказала. — Ничего я не говорила. Да все равно, если даже и сказала. Девочке нисколько не повредит, если она будет жевать сосновую щепку, ты это отлично знаешь, и она будет жевать сколько захочет. — Да, будет. — Ни слова больше, дорогая. Ты меня убедила, и я сегодня же поеду и закажу два-три воза самых лучших сосновых дров, чтобы мой ребенок в чем-нибудь нуждался, когда я... — Ах, ступай ради Бога в свою контору и оставь меня в покое. Тебе просто слова нельзя сказать, как ты уже подхватил и пошел, и пошел, и в конце концов сам не знаешь, о чем споришь и что говоришь. — Очень хорошо. Пусть будет, по-твоему. Но я не вижу логики в твоем последнем замечании. Оно... Я не успел еще договорить, как миссис МакВильямс демонстративно поднялась с места и вышла, уводя с собой ребенка. Когда я вернулся домой к обеду, она встретила меня белая, как полотно. — Мортимер, еще один случай. Заболел Джорджи Гордон. — Круп? — Круп. — Есть еще надежда на спасение? — Никакой надежды. О, что теперь с нами будет? Скоро нянька привела нашу Пенелопу попрощаться на ночь и, как всегда, прочитать молитву, стоя на коленях рядом с матерью. Не дочитав и до половины, девочка вдруг слегка закашлялась. Моя жена вздрогнула, словно пораженная насмерть, но тут же оправилась и проявила ту кипучую энергию, какую обыкновенно внушает неминуемая опасность. Она велела перенести кроватку ребенка из детской в нашу спальню и сама пошла проверить, как выполняют ее приказания. Меня она, конечно, тоже взяла с собой. Все было устроено в два счета. Для няньки поставили раскладную кровать в туалетной, но тут миссис МакВильям сказала, что теперь мы будем слишком далеко от второго ребенка, а вдруг и у него появятся ночью симптомы. И она вся побелела, бедняжка. Тогда мы водворили кроватку и няньку обратно в детскую и поставили кровать для себя в соседней комнате. Однако миссис МакВильямс довольно скоро высказала новое предположение. А что, если малютка заразится от пенелопы? Эта мысль опять повергла в отчаяние ее материнское сердце, и хотя мы все вместе старались вынести кроватку из детской как можно скорее, ей казалось, что мы копаемся, несмотря на то, что она сама помогала нам и в торопях чуть не поломала кроватку. Мы перебрались вниз, но там решительно некуда было девать няньку. Между тем миссис МакВильямс сказала, что ее опыт для нас просто неоценим, поэтому мы опять вернулись со всеми пожитками в нашу собственную спальню, чувствуя великую радость, как птицы после бури, вернувшиеся в свое гнездо. Миссис МакВильямс побежала в детскую посмотреть, что там делается. Через минуту она вернулась, гонимая новыми страхами. Она сказала, отчего эта малютка так крепко спит? Я ответил, что ты, милочка, он всегда спит, как каменный. Знаю, я знаю, но сейчас он спит как-то особенно. Он отчего-то дышит так, так ровно. Это ужасно. Но, дорогая, он всегда дышит ровно. Да, я знаю, но сейчас мне что-то страшно. Его няня слишком молода и неопытна. Пусть с ней останется Мария, чтобы быть под рукой на всякий случай. Мысль хорошая, но кто же будет помогать тебе? Мне поможешь ты. А, впрочем, я никому не позволю помогать мне в такое время. Я все сделаю сама. Я сказал, что с моей стороны было бы низостью лечь в постели спать, когда она, не смыкая глаз, будет всю ночь напролет ухаживать за нашей больной бедняжкой. Но она уговорила меня лечь. Старуха Мария ушла на свое прежнее место, в детскую. Пенелопа возникашлянула два раза. О, боже мой! Почему не идет доктор? Мортимор, в комнате слишком жарко. Выключи отопление скорее. Я выключил отопление и посмотрел на градусник, удивляясь про себя. Неужели двадцать градусов слишком жарко для больного ребенка? Из города вернулся кучер и сообщил, что наш доктор болен и не встает с постели. Миссис Мак-Вильямс взглянула на меня безжизненными глазами и сказала безжизненным голосом. Это рука провидения. Так суждено. Он до сих пор никогда не болел. Никогда. Мы жили не так, как надо, Мортимор. Я тебе это не раз говорила. Теперь ты сам видишь. Вот результаты. Наша девочка не поправится. Хорошо, если ты сможешь простить себе. Я же себе никогда не прощу. Я сказал, не намереваясь ее обидеть, но, быть может, не совсем осторожно выбирая слова, что не вижу, чем же мы плохо жили. Мортимор, ты и на малютку хочешь навлечь кару божию? И тут она начала плакать, но потом воскликнула. Но ведь доктор должен был прислать лекарства. Я сказал. Ну да, вот они. Я только ждал, когда ты мне позволишь сказать хоть слово. Хорошо, подай их мне. Неужели ты не понимаешь, что сейчас дорога каждая секунда? Впрочем, какой смысл посылать лекарства, ведь он же знает, что болезнь неизлечима? Я сказал, что пока ребенок жив, есть еще надежда. Надежда, Мортимор, ты говоришь, а сам ничего не смыслишь. Хуже новорожденного младенца. Если бы ты... Боже мой, в рецепте сказано давать по чайной ложечке через час. Через час, как будто у нас целый год впереди для того, чтобы спасти ребенка. Мортимор, скорее, пожалуйста, дай нашей умирающей бедняжке столовую ложку лекарства, ради бога, скорее. Что ты, дорогая, от столовой ложки ей, может, не своди меня с ума? Ну, 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 мое сокровище, моя деточка, лекарство гадкое, горькое, но от него Нелли поправится, поправится мамина деточка сокровище, будет совсем здоровенькое. Вот, вот так, положи головку маме на грудь и усни. И скоро, скоро... Боже мой, я чувствую, она не доживет до утра. Мортимор, если давать столовую ложку каждые полчаса, тогда... Ей нужно давать белладону, я знаю, что нужно. И аконит тоже. Достань то и другое, Мортимор. Нет уж, позволь мне делать по-своему. Ты ничего в этом не понимаешь. Мы легли, подставив кроватку как можно ближе к изголовью жены. Вся эта суматоха утомила меня, и минуты через две я уже спал как убитый. Меня разбудила миссис МакВильямс. Милый, отопление включено? Нет. Я так и думала. Пожалуйста, включи поскорее. В комнате страшно холодно. Я повернул кран и опять уснул. Она опять разбудила меня. Милый, не передвинешь ли ты кроватку поближе к себе? Так будет ближе к отоплению. Я передвинул кроватку, но задел при этом за ковер и разбудил девочку. Пока моя жена утешала страдалицу, я опять уснул. Однако через некоторое время сквозь пелену сна до меня дошли следующие слова. — Мортимер, хорошо бы гусиного сала. Не можешь ли ты позвонить? Еще не проснувшись как следует, я вылез из кровати, наступил по дороге на кошку, которая ответила громким воплем, и получила бы за это пинок, если бы он не достался стул. — Мортимер, зачем ты зажигаешь газ? Ведь ты опять разбудишь ребенка. — Я хочу посмотреть, сильно ли я ушибся. — Кстати, уж посмотри, цел ли стул. По-моему, сломался. Несчастная кошка. А вдруг ты ее... — Что вдруг я ее? Не говори ты мне про эту кошку. Если бы Мария осталась тут помогать тебе, все было бы в порядке. — Кстати, это скорее ее обязанность, чем моя. — Мортимер, как ты можешь так говорить? Ты не хочешь делать для меня пустяка в такое ужасное время, когда наш ребенок... — Ну-ну, будет. Я сделаю все, что нужно. Но я никого не могу дозваться, все спят. Где у нас гусиное сало? — На камине, в детской. Пойди туда и спроси у Марии. Я сходил за гусиным салом и опять лег. Меня опять позвали. — Мартимер, мне очень неприятно беспокоить тебя, но в комнате так холодно, что я просто боюсь натирать ребенка салом. Не затопишь ли ты камин? Там все готово, только поднести спичку. Я вылез из постели, затопил камин и уселся перед ним в полном унынии. — Не сиди так, Мартимер, ты простудишься насмерть. Ложись в постель. Я хотел было лечь, но тут она сказала. — Погоди минутку. Сначала дай ребенку еще лекарства. — Я дал. От лекарства девочка разгулялась, и жена, воспользовавшись этим, раздела ее и натерла с ног до головы гусиным салом. Я опять уснул, но мне пришлось встать еще раз. — Мартимер, в комнате сквозняк, очень сильный сквозняк. При этой болезни нет ничего опаснее сквозняка. Пожалуйста, придвинь кроватку к камину. Я придвинул. Опять задел за коврик и швырнул его в огонь. Миссис Макфильям вскочила с кровати, спасла коврик от гибели, и мы с ней обменялись несколькими замечаниями. Я опять уснул ненадолго, потом встал по ее просьбе и приготовил припарку из рельяного семени. Мы положили ее ребенку на грудь и стали ждать, чтобы она оказала целительное действие. Дрова в камине не могут гореть вечно. Каждые двадцать минут мне приходилось вставать, поправлять огонь в камине и подкладывать дров. И это дало миссис Макфильямс возможность сократить перерыв между приемами лекарства на десять минут, что ей доставило большое облегчение. Между делом я менял льняные припарки, а на свободные места клал горчичники и разные другие снадобья, вроде шпанских мушек. К утру вышли все дрова, и жена послала меня в подвал за новой порцией. Я сказал, — Дорогая моя, это нелегкое дело, а девочке должно быть и без того тепло. Она накрыта двумя одеялами. Может быть, лучше положить сверху еще один слой припарок? Она не дала мне договорить. Некоторое время я таскал снизу дрова, потом лег и захрапел, как только может храпеть человек, измаившись душой и телом. Уже рассвело, как вдруг я почувствовал, что меня кто-то схватил за плечо. Это привело меня в сознание. Жена смотрела на меня остановившимся взглядом, тяжело дыша. Когда к ней вернулся дар речи, она сказала, — Все кончено, Мортимер, все кончено. Ребенок вспотел. Что теперь делать? — Боже мой, как ты меня испугала! Я не знаю, что теперь делать. Может, раздеть ее и вынести на сквозняк? — Ты идиот! Нельзя терять ни минуты! Поезжай немедленно к доктору, поезжай сам. Скажи ему, что он должен приехать, живой или мертвый. Я вытащил несчастного больного из кровати и привез его к нам. Он посмотрел девочку и сказал, что она не умирает. Я несказанно обрадовался, но жена приняла это как личное оскорбление. Потом он сказал, что кашель у ребенка вызван каким-то незначительным посторонним раздражением. Я думал, что после этого жена укажет ему на дверь. Доктор сказал, что сейчас заставит девочку кашлянуть посильнее и удалит причину раздражения. Он дал ей чего-то, она закатилась кашлем и, наконец, выплюнула маленькую щепочку. Никакого крупа у ребенка нет, сказал он. Девочка жевала сосновую щепку или что-то в этом роде, и заноза попала ей в горло. Это ничего, не вредно. Да, сказал я, конечно, не вредно. Я этому вполне верю. Сосновая смола, содержащаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских болезнях. Моя жена может вам это подтвердить. Но она ничего не сказала. Она презрительно отвернулась и вышла из комнаты. И это единственный эпизод в нашей жизни, о котором мы никогда не говорим. С тех пор дни наши текут мирно и невозмутимо. Таким испытаниям, как мистер Вильямс, подвергались лишь очень немногие женатые люди. И потому автор полагает, что новизна предмета представит некоторый интерес для читателя. Режьте, братцы, режьте. Я попрошу читателя бросить взгляд на следующие стихи. Пускай он попробует отыскать в них что-нибудь зловредное. Кондуктор, отправляясь в путь, не рви билеты как-нибудь. Стреги как можно осторожней, чтоб видел пассажир дорожный. Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри. Припев На днях эти звучные вирши попались мне на глаза в одной газете, и я прочел их раза два подряд. Они мгновенно и неизгладимо врезались в мою память. Все время, пока я завтракал, они вихрем кружились в моей голове, и когда я, наконец, свернул салфетку, то не мог толком вспомнить, ел я что-нибудь или нет. Вчера вечером я долго думал и решил, что буду писать сегодня один потрясающий драматический эпизод в начатом мною романе. Я ушел к себе в кабинет, чтобы совершить кровавое злодеяние, взялся за перо, но не мог написать ничего, кроме «режьте, братцы, режьте». Целый час я ожесточенно сопротивлялся этому, но без всякой пользы. В голове у меня гудело. Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов, и так далее, и так далее, без отдыха и без остановки. Рабочий день пропал даром, я это понимал, как нельзя лучше. Я сложил оружие и поплелся в центр города, причем тут же обнаружил, что шагаю в такт этим неумолимым виршам. Я терпел сколько мог, потом попробовал шагать быстрее. Однако это не помогло, стихи как-то сами применились к моей новой походке и терзали меня по-прежнему. Я вернулся домой и промучился весь день до вечера. Терзался в течение всего обеда, сам не понимая, что ем. Терзался, рыдал и декламировал весь вечер. Лег в постель, ворочался, вздыхал и все так же декламировал вплоть до полуночи. Потом встал вне себя от ярости и попробовал читать. Но буквы вихрем кружились передо мной, и ничего нельзя было разобрать, кроме «Режьте, чтобы видел, пассажир дорожный!» К восходу солнца я окончательно рехнулся и приводил в изумление и отчаяние всех домашних навязчивым и бессмысленным бредом. «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно!» Дня через два, в субботу утром, я встал с постели, совершенно разбитый, и вышел из дому, как это было заранее условлено с моим близким другом, его преподобием мистером Ха, чтобы отправиться на прогулку к башне Толкота, милях в десяти от нас. Мой друг посмотрел на меня пристально, но ни о чем не спросил. Мы отправились в путь. Мистер Ха говорил, говорил, говорил без конца, по своему обыкновению. Я ни слова не отвечал ему, я ничего не слышал. После того, как мы прошли около мили, мой друг сказал, «Марк, ты болен?» Я в жизни не видывал, чтобы человек был до такой степени измучен, бледен и рассеян. «Скажи хоть что-нибудь, ну, пожалуйста!» Без всякого одушевления вялым голосом я произнес, «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно! Режьте, чтобы видел! Пассажир дорожный!» Мистер Ха сначала уставился на меня растерянным взглядом, не находя слов, потом сказал, «Марк, я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Как будто в твоих словах нет ничего особенного и уж, конечно, ничего печального, а все-таки, может быть, ты так их произносишь, ну, прямо за сердце хватает. В чем тут?» Но я уже не слышал его. Я весь ушел в беспощадное, надрывающее сердце чтение. «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней, режь, смотри!» Не помню, как мы прошли остальные девять миль, вдруг мистер Ха положил руку мне на плечо и закричал, «Проснись! Проснись, да проснись же, не спи на ходу, ведь мы уже пришли к башне. Я успел наговориться до хрипоты, до глухоты, чуть не до слепоты, а ты мне так ни разу и не ответил. Посмотри, какой вокруг чудесный осенний пейзаж, да посмотри же, посмотри, полюбуйся на него. Ты же много путешествовал, видел в других местах прославленные красоты природы. Ну, увы, скажи свое мнение, нравится тебе или нет? Я устало вздохнул и пробормотал. «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней, режь, смотри!» Его преподобие мистер Ха остановился и посмотрел на меня долгим и очень грустным взглядом, как видно, сожалея обо мне, потом сказал, «Марк, тут есть что-то непонятное для меня. Это почти те же самые слова, что ты говорил и раньше. В них как будто нет ничего особенного, а между тем они прямо таки надрывают сердце. Режьте, чтобы видел!» «Как это там дальше?» Я начал с самого начала и повторил все до конца. Лицо моего друга засветило с интересом. Он сказал, «Какие пленительные рифмы! Это почти музыка. Они текут так плавно. Я, кажется, тоже запомнил их наизусть. Повтори, пожалуйста, еще разок, тогда я уж наверняка все запомню». Я повторил. Потом мистер Ха прочел их сам. В одном месте он слегка ошибся, я его поправил. Во второй и третий раз он читал стихи уже без ошибки. И тут словно огромная тяжесть свалилась у меня с плеч. Мучительные вирши вылетели у меня из головы, и блаженное чувство мира и покоя снизошло на меня. На сердце у меня сделалось так легко, что я даже запел и пел всю обратную дорогу домой целых полчаса. После этого мой язык развязался, и слова после долгих часов молчания потекли рекой. Речь моя лилась, свободно, радостно и торжествующая до тех пор, пока источник не иссяк и не пересох до самого дна. Пожимая на прощание руку моему спутнику, я сказал, «Правда, ведь мы провели время просто по-царски. Хотя я припоминаю теперь, за последние два часа ты не сказал ни слова. Ну же, ну скажи хоть что-нибудь». Его преподобие мистер Ха обратил ко мне потускневшие глаза, тяжело вздохнул и сказал без всякого оживления и, как видно, бессознательно. «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно, режьте, чтобы видел пассажир дорожный». Сердце мое болезненно сжалось, и я подумал про себя. «Ах, бедняга, бедняга, теперь вот к нему перешло». После этого я не виделся с мистером Ха дня два или три. Но во вторник вечером он вошел ко мне, пошатываясь и теряя последние силы, рухнул в кресло. Он был бледен, измучен, от него оставалась одна тень. Он поднял на меня свои угасшие глаза и начал. «Ах, Марк, каким погибельным приобретением оказались эти жестокие вирши! Они все время терзали меня, словно кошмар, днем и ночью, час за часом, вплоть до этой самой минуты. С тех пор, как мы с тобой расстались, я мучаюсь, как грешник в аду. В субботу утром меня неожиданно вызвали телеграммой в Бостон, и я выехал с ночным поездом. Умер один из моих старых друзей, и я должен был исполнить его просьбу, сказать на его похоронах надгробное слово. Я занял свое место в вагоне и принялся за сочинение проповеди. Но я так и не пошел дальше вступительной фразы, потому что как только поезд тронулся и колеса завели свое «та-та-тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та», так сейчас же эти проклятые вирши приспособились к стуку колес. Целый час я сидел и подгонял под каждое отдельное стуканье каждый отдельный слог. От этого занятия я так измаялся, будто колол дрова целый день. Голова у меня просто лопалась от боли. Мне чудилось, что я непременно сойду с ума, если буду так сидеть, поэтому я разделся и лег. Я растянулся на койке, но ты сам должен понять, что из этого вышло. Продолжалось все то же «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Но каждая торжественная фраза была неразрывно спутана и сплетена с «режьте, братцы, режьте, режьте осторожно». А самое плачевное было то, что моя дикция подчинилась размеренному ритму этих пульсирующих стихов, и я видел, как некоторые рассеянные слушатели мерно кивают в такт своими безмозглыми головами. — И верь или не верь, Марк, дело твое, я еще не добрался до конца, а уж все мои слушатели, сами того не зная, кивали торжественно и в унисон, все как один, даже гробовщик и факельщики. Договорив, я выскочил в прихожую в состоянии близком к иступлению, и надо случиться такому счастью, я тут же наткнулся на старую деву, тетушку покойного, все в слезах. Она только что приехала из Спрингфилда и опоздала в церковь. Тетушка громко зарыдала и начала. — Ах, ах, он скончался, а я так и не повидала с ним перед смертью. — Да, — сказал я, — он скончался, он скончался, он скончался. Неужели эта мука никогда не прекратится? — Ах, так вы его любили, вы тоже любили его. — Любил его? Кого его? — Ах, его, моего бедного Джорджа, моего несчастного племянника. — Фу, его. — Да, о, да-да, конечно, конечно. Режьте, братцы, о, эта пытка меня доконает. — Благослови вас, Господь, сэр, за ваши сердечные слова. Я тоже страдаю от этой невозвратимой утраты. Скажите, вы присутствовали при его последних минутах? — Да, я при чьих последних минутах? — Его, нашего дорогого покойника. — Да, о, да, да-да, полагаю, что да, думаю, что да, не знаю, право. Ах, да, конечно, я там был, да-да, был. — Ах, как я вам завидую, как завидую, а его последние слова. — Да, скажите же мне, скажите, ради Бога, какие были его последние слова. Он сказал, он сказал, ох, голова моя, голова, да, он все твердил. — Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно. Ах, оставьте меня, сударыня, во имя всего святого, оставьте меня с моим безумием, с моей мухой, с моей пыткой. — Желтый стоит девять центов, красный стоит только три. — Нет сил терпеть более, осторожней режь, смотри. Унылые глаза моего друга безнадежно взирали на меня в течение целой томительной минуты. Затем он сказал с трогательным укором. — Марк, ты ничего не говоришь, ты не подаешь мне никакой надежды. — Впрочем, боже мой, не все ли это равно? — Не все ли равно? — Ты ничем не можешь мне помочь. Давно прошло то время, когда меня можно было утешить словами. Что-то подсказывает мне, что язык мой навеки осужден болтаться, твердя эти безжалостные стишонки. Вот-вот опять на меня находит, синий стоит восемь центов, желтый стоит, вормочая эти слова замирающим шепотом, мой друг постепенно затих и впал в транс, блаженном небытии позабыв о своих страданиях. Как же я спас его, в конце концов, от сумасшедшего дома? Я свел его в университет по соседству, и там он передал бремя преследовавших его стихов внимательным ушам несчастных, ничего не подозревавших студентов. И что же с ними стало теперь? Результаты настолько печальны, что лучше о них не рассказывать. Для чего же я об этом написал? Цель у меня была самая достойная и даже благородная. Я хотел предостеречь вас, читатель, на случай, если вам попадутся эти беспощадные вирши. Избегайте их, читатель. Избегайте, как чумы.